Виталий, приветствую тебя на очередном видео технического фундаментального анализа. Говорим традиционно о самом интересном, что нам видится. Делимся своими наблюдениями, торговыми идеями и рекомендациями. Делаем мы это, друзья, для того, чтобы у вас, тех, кто ищет возможности, было что-то вот еще принять инвесторешение. Конечно же, в целом полагаться не нужно. Это наше с Виталием субъективное мнение того, что с активом может произойти. Но вы взвешиваете все за и против, ищите информацию. Это еще один путь получения такой инфы и возможности для открытия конкретных торговых сделок. Сценарий прежний, Виталий. Давай тогда чуть-чуть пару слов про то, что мы с тобой разбирали в прошлый раз, и тому, что интересного можно отработать в моменте. Так, секундочку. Так, в прошлый раз было две рекомендации, тоже классические, традиционные. Нефтянку я породовал и рекомендовал делать это через отложку сэллимит 43.50. Речь шла о котировках бренда. И, наконец-таки, Виталий, удалось поймать коррекционный откат. Это прям музыка, потому что много раз, я признаюсь, заходил в нефть, рассчитывал, что коррекция будет гораздо раньше. Но вот хоть сейчас пошел профит, и я надеюсь, что его можно будет немножечко масштабировать еще, и как минимум вот до 42, может быть, там пониже сделочку стоит поддержать. Если, друзья, у вас хватит смелости просидеть в этих шортах и коротких позициях до 40 долларов за баррель, вы будете большие молодцы. Но за себя могу сказать, что я буду ждать, опять же, отработки полностью этой идеи, поэтому ниже чем, точнее выше чем по 40, выходить из позиции не буду. Сегодня для рынка нефти важный день. Сегодня в 17.30 по Москве будут данные по запасам. Это классически то, что интересует трейдеров, работающих с нефтянкой, запасы нефти и объем нефтедобычи. Сразу хочу отметить, что ранее, буквально несколько часов назад, условно скажем, вышел отчет от Американского института нефти, запасы по версии статистиков этого ведомства выросли на 2 миллиона, поэтому мы допускаем, что данные и от Минэнерго также могут показать прирост. Если запасы вырастут, вот причина фундаментальная для продаж. И высокие цены на нефть, даже вот бренд у нас 42.85, а WTI в моменте могу сказать, секундочку, 40.39. Это высокие значения, и я допускаю, что с учетом таких высоких цен американский сланцевый бизнес все-таки начнет, как уже ранее отмечалось, снимать чехлы с буровых и добывать нефть. Пусть, конечно же, в символичных объемах, но чего-то должно ведь начаться и возобновиться по производству нефти. Поэтому я думаю, что есть риск сегодня увидеть, что объем добычи нефти США, недельный, соответственно, будет увеличен с 11 миллионов до 11.2 миллионов баррелей в сутки. Если это так, то, конечно же, причин для снижения нефти будет достаточно. Вторая позиция – это индекс доллара. Его рекомендовал я покупать с уровня 96.90. Сейчас мы чуть ниже. Рекомендую дальше удерживать покупки американской валюты, потому что здесь он точно располагающий к росту. Фундаментально, безусловно. Это и ситуация с COVID-19 в Штатах, росте количества заболевших, рекордные, антирекордные показатели в некоторых Штатах, опасения ввода новых мер карантина. Это и неплохая статистика. В понедельник вышел отчет АСМ, который оказался лучше прогнозов. Выше 50 – это как раз та зона, которая указывает на восстановление всего сектора. Еще один позитивный отчет для Штатов и еще одна причина пока что не опасаться и не бояться каких-то сверхагрессивных мер поддержки, новых стимулов со стороны властей и Федрезервов. Ну, Трамп вчера вышел с этого, с ВОЗа, дал распоряжение там, я не знаю, какая у них там процедура выхода с МОЗа этого. С примерной организации здравоохранения. Да, да, да. То есть, поэтому, ну, он их накажет, потому что они там, в принципе, много денег вливают. Раздули эту чумку очень сильно, поэтому, как говорят, виновные будут наказаны. Ну, возвращаясь к доллару, еще по отчетам на этой неделе, в принципе, особо-то выделить пока что нечего, поэтому работаем с тем фоном, который есть, и поддержка для доллара с позиции защитного актива, и поддержка для доллара с позиции неплохой статистики. Что касается сегодняшних рекомендаций, то в целом вот пробежался я локально по рынку, ну, действительно, поскольку я отвечаю за фундамент, мне сейчас в целом не на что положиться, поскольку неделя пустая на экономические события. Ну, единственное, что я рекомендую присмотреться к золоту, которое очень активно растет. Сейчас 1795 уже мы видим котировки, и я предлагаю для тех, кто все-таки не покупал золото раньше, хотя я хочу уверить в том, что таких меньшинствам золото давало очень хорошие возможности для заработка, и, по-моему, даже мы столько не раз комментировали перспективы роста этого актива. Сейчас для тех, кто все-таки был на заборе, есть еще шанс рискнуть, можно взять, например, золото с текущих, стоп-ос поставить на отметке 1787 и ждать уже пробоя 1800 долларов за унцию и движение к цели 1815. Вот пока что этот сценарий может неплохо отработаться, потому что агрессивные покупки вчерашнего дня вполне могут продолжиться, потому что вчерашний рост как раз и опирался традиционно, как уже мы могли убедиться в этом в последние недели, на опасения, связанные с коронавирусом, влияние на мировую экономику и то, что будет делать дальше мировой центральный банк. В общем, сейчас золото реально перекладывается на фоне отрицательной доходности по облигациям с учетом инфляции, реальной доходности и с учетом маячущего риска глобальной инфляции. То есть золото – это и защитный инструмент, еще и хеджевый, этого потенциального инфляционного давления. Ну, в принципе, котировки, их рост сейчас говорит сам за себя. Нужно этим пользоваться. Локальные максимумы, я уверен, еще не достигнуты. Мы точно обновим сейчас 9-летний хай и можем пробиться выше. Ну, цели я уже отметил, это там 1815-1820, почему бы и нет. Виталий, слово тебе передаю. Всех приветствую. Видно рабочий экран мой? Да. Итак, сейчас разберем те идеи, которые я давал в прошлый раз и дадим, как всегда, новые идеи, плюс, возможно, будут какие-то комментарии по другим инструментам. Итак, в прошлый раз я давал покупочку евро-доллара. Это был у нас понедельник, 6 июля. Покупочка была в районе 12, там, 80-90, где-то вот здесь мы торговались утром, понедельник. Также, кто смотрел меня в пятницу, давал покупочки пониже. То есть, мы немножко отросли в понедельник, плюс 50 пунктов сделали. Сколько там, ну, где-то вот так. 50 пунктов к вот этому хаю сделали. Я здесь всю позицию скинул, как раз понедельник, она получилась неплохая. Последний ордер, там, часть ордера получилась даже 100 пунктов с пятничных покупок. Плюс я говорил, что нужно, скажем, наблюдая за евро-долларом, возможно, здесь какие-то будут и краткосрочные шорты. Я писал вчера в комментариях под видео, которые выложены на канале Амаркетс, что по евро, возможно, будут шорты. Они, в принципе, вчера отработались. То есть, здесь я своим клиентам всем советовал выходить с покупок евро-доллара. И, в принципе, вчера неплохо мы отпадали, ну, там, краткосрочная какая-то коррекция была. На сегодня я снова рассматриваю покупки по евро-доллару. Думаю, надеюсь, когда-то мы выйдем на более новые максимумы, потому что удерживают сопротивление 13.50, поэтому покупочка снова с текущих – это у нас 1.12.85. Можно даже, если оно будет ниже падать, я думаю, можно купить как вариант. Со стоп-лоссом поставим стоп-лосс. Где-то на отметке 12.35 пусть будет. И цели, то есть, это понедельный хай, это первая цель. И вторая цель, я думаю, надеюсь, пробьют ее и пойдем дальше в район 1.14. И дальше будем уже наблюдать за евро-долларом. Потому что какой здесь боковик будет, возможно, какой-то более длинный. Я надеюсь, что он выйдет в ближайшее время. Будем пробивать вот эти хайи локальные, идти выше. Потому что вот даже взять пропорцию, которая была у нас в апреле и мае, здесь она была двухмесячный такой боковик. Поэтому, если эта пропорция будет соблюдаться, не исключая, что мы дальше здесь по евро будем где-то болтаться еще в июле текущем месяце, чтобы было вот это соотношение такое красивое. То есть у нас было здесь в конце марта импульс, коррекция, два месяца набора позиций, импульс новый, набор позиций и дальше, скажем, наверх. Поэтому покупаем евро, соблюдаем риски. Как всегда я говорю, и Артем тоже все время напоминает всем, что если вы пользуетесь советами, в принципе, есть те, кто нас смотрят, торгуют по нашим рекомендациям, всегда риски соблюдать. На сделку я советую до 1%. Конечно, зависит от депозита, возможно, там и больше взять, в зависимости от агрессивности, потому что сделки имеют свойство прогноза не отрабатываться. Это что касается евро-доллара. Также была рекомендация по нефти. Я работал на пробой уровня 40, я еще в пятницу называл уровни там 40, 40, 40, 50, 60, а там плюс-минус такая зона была, сопротивление. Если будет пробой данного уровня, будем покупать. Пытались в понедельник пройти его, но не получилось. Я с данной покупочки тоже сам покупал на пробой и вышел в пятницу, точнее в понедельник перед закрытием рынка с небольшим убытком, потому что понял, что здесь скорее пробоя не будет. Мы начали его раз скинули, второй раз скинули, третий раз скинули. Я понял, что здесь как-то пытаются его удержать. Поэтому нефть пока каких-то рекомендаций у меня не будет. Я, в принципе, дальше предполагаю, что будет лонг, но выше вот этих максимумов. Если будет пробой, вот сегодня на новостях, то можно пробовать там, скажем, а так, в принципе, пока удерживают вот эту зону сопротивления, могут и, в принципе, пойти на более глубокую коррекцию, которую Артем ожидает пониже. Так, это что касается нефти. Дальше, что еще можно добавить? Вторую рекомендацию на сегодня это шорт доллар-иена. В принципе, я за доллар-иеной наблюдаю еще с пятницы. В пятницу также советовал рассматривать шорт в обзоре. Мы пока здесь набираем позицию. Я с ребятами шортели мы на текущей неделе на доллар-иену. Но она пока, скажем, на месяц, там скальпингом таким занимались по 20-30 пунктов. И на текущий момент, думаю, уже есть набор позиций для шорта. Поэтому шорт с текущих это у нас 107.45 со стоп-лоссом 107.85. Это за вчерашний хай. И падение, ну, такое локальное, я думаю, будет где-то в район 107.25. И дальше, возможно, где-то в район 106.50. 100 пунктов мы можем отвалиться. Конечно, ставим стоп-лосс, потому что это рынок. То есть может пойти обратная ситуация и можем, скажем, длинуть наверх. Что касается рекомендаций. То есть две рекомендации плюс комментарий по нефти сказал. Где ждаю пробой, где отбой. Уровень ключевой плюс. Можно сказать комментарий по S&P 500. У нас я вчера, в принципе, с ребятами обсуждал уровень 31.65. Ключевой уровень. Пока мы ниже этого уровня находимся. Здесь не исключаю шорт идею по S&P 500. Она будет или коррекционной какой-то небольшой, или, скажем, падение в район 3000. Возможно, если будем пробивать 3000, вот этот уровень 2, точнее, 2.992 пункта. Возможно, и ниже. Если все-таки мы как-то пытаемся закрепиться выше 31.65, возможно, последует дальнейший лонг. Плюс краткий комментарий, с чем могу дать по биткоину. Биткоин, в принципе, в последнее время я только шортил. Июнь весь в шортах. В принципе, все удачные. Вот начиная с уровня 9.800, там 10.000. Советовал только шортить. Он, в принципе, падает, падает. Второй был неплохой паттерн на шорт. И сейчас третий рисуется. Конечно, возможно, в третий раз не дано обвалиться. Но можно, в принципе, с текущих 9.300 рассматривать шорты. Где-то стоп-лосс закинуть в район 9.500, 9.600. С надеждой, что мы пойдем все-таки пробивать вот эти минимумы. Вот так нарисуем где-то в районе 8. Три восьмерочки, да? Три восьмерочки будем пробивать. И дальше падать вниз. Это как вариант. Пока. Спасибо, Виталий, за комментарии. Думаю, что все сегменты с тобой практически разобрали. И фондовый рынок ты затронул, и рынок криптовалют. Поэтому точно угодим всем. Спасибо тебе еще раз. Хорошего тебе торгового дня. И получается уже до встречи на следующей неделе. То есть тебе не только хорошего дня, тебе хорошего закрытия всей недели. И замечательных выходных. Спасибо. Удачи.